Девушки отдыхают Если основной добытчик в семье мужчина, то ему при разводе очень не хочется делиться нажитым имуществом. Чтобы не допустить этого, супруг готов пойти на все. Подкуп должностных лиц, мошенничество и даже на использование в интриге родного отца. Мой бывший муж занимался дочерью ее развития. И так же занимался, что нашел себе девицу легкого поведения ответчиком. Хорошо это или плохо, если воспитанием ребенка в семье занимается отец. Наверное, в этом нет ничего дурного. Но если семья распадается, то у матери возникают серьезные проблемы. Давайте так. Квартира стоит, как утверждает ваш брат, миллион пятьсот. А вы ставите продажную стоимость десять миллионов. Вопрос в задачнике. Сколько можно ее продавать? Если доля в квартире немногим больше пары квадратных метров, можно ли обязать собственников заплатить за нее достойную цену? Или придется ждать, пока на квартиру не найдется другой покупатель? Оставайтесь с нами. Истец Анастасия Белова. Недавно родила ребенка и вернулась из Литвы в Москву. Хочет вернуть свою квартиру, которая незаслуженно ушла за долги. Ответчики Максим и Виктор Белова считают, что истец не имеет прав на спорную квартиру. В 2009 году мы с моим мужем развелись. В то время я уже была беременная. Но против развода я была не против. Потому что наши отношения уже сошли на нет. И дальнейшей совместной жизни мы уже не представляли. Все было обоюдно. За период нашей совместной жизни на общие супружеские деньги была приобретена квартира в Нижнем Новгороде. А оформлена она была на моего мужа. Я была лишь там зарегистрирована. Но после нашего развода, в принципе, я осталась там тоже зарегистрирована. И планировала там же проживать с моим ребенком будущим. И его там зарегистрировать. Как мы это не обсуждали, муж был вроде как не против. Затем, будучи беременной на шестом месяце, я уехала к маме в Литву. Потому что мне нужна была моральная поддержка. Муж вообще мне не помогал. Там я попадаю на сохранение, в больницу на сохранение. Там же я рожаю ребенка. У меня есть выписка с больницы. С медкарты выписка. Есть свидетельство о рождении моего сына. Вернулась я обратно уже, когда ребенку было около года. Я возвращаюсь сюда с целью зарегистрировать своего ребенка, чтобы здесь уже жить. И что я обнаружила? Замки все поменены в этой квартире. О месте нахождения моего мужа ничего не известно. Я его еле нашла. И когда я с ним разговаривала, он мне сообщает, что квартира уже не является его собственностью. Он ее отдал за какие-то долги. Я оттуда выписана по решению суда, о чем я в принципе не знала. То есть без моего ведома меня оттуда выписали. Понимаете? Когда я все это узнала, то есть перечень всего того, что было произведено, мое отсутствие. Как меня выписали. Как квартира была передана другому лицу. Я была вообще в шоке, понимаете? От того, что ну как так за полтора года можно было эту всю аферу провернуть. А где ты была все это время? Я была у мамы. Я лежала в больнице. Я рожала ребенка, понимаешь? Я не могла участвовать во всех этих действиях. Меня никто не поставил в известность. Только такой человек, как ты, понимаешь? Ты знаешь, кто ты. Человек это не последний в городе. У него прекрасное состояние финансовое. Он все это сделал благодаря своему положению, своим деньгам. Обычный смертный человек, я думаю, за полтора года это бы все не сделал. Потому что там просто идет вот такой длинный перечень всего того, что он сделал. Нет, ну естественно, я бы сказала, что это не положение, а хорошее знание законов и возможность их использовать. Но у меня следующий к вам вопрос. Если я правильно понимаю, вы новый собственник, да? Да. Вы понимаете, что, будем так, общее правило, что каждый может распорядиться только той собственностью, которая ему принадлежит. Правильно? Это да. То есть, если вы заявляете исковые требования о выделении признания за вами супружеской доли, и по этим основаниям, дальше, о признании недействительным акта передачи в собственность полностью квартиры, о признании частично недействительным ранее выданного свидетельства о регистрации права собственности, но у вас одна вторая, а одна вторая нового собственника-то будет? Вы как там предполагаете жить? Вы понимаете, что квартира полностью передана? Еще раз. Я понимаю, да. А, да. То есть... Да, да, да. Как я буду жить? Я именно это имею в виду. Ведь заявленные вами исковые требования не означают, что квартира будет полностью ваша. Да. Почему я сказала, что каждый собственник вправе распорядиться только той собственностью, которая ему принадлежит? Вам сейчас реально принадлежит супружеская собственность в виде одной-второй. Но от этого новый собственник не исчезнет. Я понимаю. Ну, понимаете, тут много, в принципе, я могу ее продать. Деньги мне необходимы. У меня сейчас ребенок на руках. Я не работаю. Я никогда не работала. Так, хорошо. Давайте мне свидетельство о рождении. Да, пожалуйста. Свидетельство о рождении. Свидетельство о раздорожении Брашка. И, наверное, пока все. Так, ответчик, давайте про долги вы мне расскажите. На вашей чести. Сделка была абсолютно законной. И давайте обратный ход, наверное, никакого смысла нет. Я всегда... Нет, это вы... Это, может быть, вам смысла нет. Я охотно с вами соглашусь. Вам смысла нет. Давайте будем про закон с вами. Говорить. Хорошо. Если я не правильно понимаю, вы родственники. Ваша честь, да. Да, да. Подождите, естественно. Это мой отец. Я являлся в хозяйстве. То есть, долговые обязательства возникли между сыном и отцом. Характер долговых обязательств. Я брал у отца в долг на развитие бизнеса. Бизнес прогорел. Соответственно, давал отцу расписку, что в определенный срок отдам ему всю сумму. Сумму какую? Три с половиной миллиона. Три с половиной миллиона. Что значит бизнес прогорел? Ну, я сделал закупку оборудования. Скажем. Нет, меня-то не это интересует, как прогорел. Меня интересует, чтобы вы юридически выразили слова прогорел. Ваша что, фирма объявлена официальным банкротом? Да, денег у меня нет. Нет, то, что денег, я не об этом. Дайте еще раз. Ваше предприятие официально объявлено банкротом? Оно ликвидировано? Что с ним произошло? Оно ликвидировано и банкрот. Денег для того, чтобы отдать, у меня нет. Нет, у предприятия может и не быть денег. Но если вы находитесь в процедуре банкротства, то по кредиторам, по очередям, которые сформированы, можно продать имущество, еще какие-то вещи. Нет, ничего нет. Ничего нет. Ваша честь, это все сфабриковано, понимаете? Ничего не сфабриковано. Подождите, истец, подождите. И так, 3,5 миллиона рублей. Дальше. Соответственно, в определенный момент отец напомнил мне о долге. И пришлось отдать ему, видите, вместо денег квартиру. А как вы это сделали, скажите? Ну как, когда-то я у него брал деньги. Да нет, ну как вы это отдали-то, скажите мне. Добровольно, что вы сделали? Ну не совсем добровольно. Вы пошли в суд. Скажи, можно я поясню? Пошел отец в суд. Да, пожалуйста. Дело было так. Сын у меня занял... Нет, это я все поняла, не надо мне по второму руку. Вот, я попросил вернуть ему деньги. Вернул, не вернул? Он не вернул. Дальше я обратился в суд. Суд постановил вернуть мне долг. А поскольку у сына ничего больше не было, кроме квартиры, то служба судебных приставов описала эту квартиру и продала мне ее. Теперь я являюсь законным собственником этой квартиры. Не так немножечко. Судебные приставы выставили на торги. Если я понимаю, что поскольку желающих не оказалось, то было и предложено вам покупать. Так точно, Ваша честь. Да, за 3,5 миллиона. Вот, расписка у меня есть о том, что я сыну давал деньги взаимы на бизнес. Вовремя мне отдал. В Ваша честь, понимаете, человек является пенсионером. Откуда у пенсионера такие деньги? Меня не интересует совершенно. Меня интересует схема прохождения. Но бывает, к сожалению, я вынуждена это признать. Бывают такие споры в судах. Знаете, когда люди иногда ульгализированы, говорят, давайте пойдемте просудим сам. Такое тоже бывает. То есть, как бы, естественно, ответчик знает, для чего они идут в суд и какое решение они хотят получить. Ответчик, скажите, пожалуйста, а в тот момент, когда вы обратились к вашему сыну, со сковыми требованиями у возврата задолженности по договору заима, то, что вы называете распиской в 3,5 миллиона рублей, что ваш сын скрыл от суда то, что он является не единоличным собственником? Нет, Ваша честь. Дело в том, что свидетельство на право собственности, на эту квартиру, в этом свидетельстве, только одна фамилия. Ну и абсолютно никакого я. Поэтому я говорю, что скрыл. Я же сам покупал на свои деньги квартиру. Не имеет значения. Ну как не имеет? Она всегда сидела дома и никогда не работала. Нет, ответчик, даже не буду с вами это обсуждать. Вне зависимости от того, на чьё имя зарегистрировано свидетельство, если квартира была приобретена в период брака, супружеская собственность, не обсуждайте со мной, потому что я вам говорю сейчас норму закона, и ваш комментарий мне не требуется в этой ситуации. Значит, вы сокрыли отсюда это обстоятельство? Ну, я бы так не утверждал, скажем. А как? Я считаю, что я был единоличным собственником. А вы считали, что вы были единоличным собственником? Конечно, я покупал на мои деньги, на деньги от моего бизнеса. Я тортил свои деньги. Так, хорошо. Так, судебный пристав исполнитель. Пожалуйста, давайте по поводу ваших действий. Наши действия были абсолютно законны, потому что должник по статье 69, по федеральному закону об исполнительном производстве, имеет право предоставить недвижимое имущество, или вообще какое-то либо имущество для первоначальных действий, то бишь для взыскания. Вот по исполнительным производствам мы приняли меры, то, что мы эту квартиру взяли в обработку, выписали оттуда единственного должника, а как он делал, что он единственный должник. Вот, соответственно, мы его выписали, потом наложили на квартиру арест и выставили ее на торги. Соответственно, на торгах эту квартиру, она ни у кого не привлекла внимания и, соответственно, не продалась. Тогда судебный пристав исполнитель, который находится у меня в подчинении, предложил взыскателю взять эту квартиру в счет погашения долга. Взыскатель согласился с очень большим удовольствием. И, в принципе, судебный пристав исполнитель напечатал постановление о передаче, соответственно, ответчику этого материала, приема акта передачи квартиры, и ответчик уже получил свидетельство о регистрации права собственности. На основании этого постановления была произведена регистрация права собственности. Абсолютно. Точно. То есть, скажите, пожалуйста, я из этого должна сделать вывод, что ответчик при этом не возражал об обращении взыскания на его недвижимое имущество, то есть, что это имущество является не единственным местом жительства ответчика. Вы знаете, он этого не указал. Не указал и не возражал. И не возражал. Он, наоборот, настаивал на том, что эта квартира является, соответственно, единственным, что есть у него, так как он подтверждал, что он купил ее на свои, соответственно, деньги. И предложил ее взыскание. В этот момент и в этот момент брак был расторгнут. Да, ваше честь. И спора между супругами о расторжении брака, то есть о разделе совместно на тот момент не... Вы знаете, ситуация получилась какая. Мы, собственно, сделали все, как говорит буква закона, потому что мы не имеем права отступать от этой буквы. Но мы не могли знать, что истец, приехав из какого-то города, будет претендовать на эту жилплощадь. Понимаете? И получается, что и ответчик что-то, может быть, скрыл от нас, и мы получаемся заложниками. И поэтому ваша честь... Скрыл ответчик, скрыл. Почему они меня похоронили заживо, получается? Подождите, истец. Ну, потому что это хорошо, что вы в срок уложились, когда можно имущество разделить. А если бы вы еще у мамы пожили пару лет, и что тогда? Вот поскольку совместно нажитое имущество, это совместно нажитое имущество, а долги-то тоже они вместе нажили. Тогда пусть и долги, она взрывает. Да, получается, что если мы с другой стороны посмотрим, что... Нет, 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 давайте так. Взыскание долгов, вот я специалист, поправить, если я вдруг что-то неправильно скажу, имеет очень четко установленный порядок, да? Ведь долги взыскиваются из имущества, которое принадлежит собственнику, а у истиции супружеская доля. Вот и забирайте у нее-то часть, часть долга, раз уж как бы квартира половина. Нет, 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 истец долги своей не образовывала. Обратите внимание, при этом вы вообще не уведомились о том, что вы берете деньги. Я первый раз слышу вообще о долге. Я же покупал на свои деньги. А? Я же на свои деньги покупал, у меня документы. Мы жили-то с тобой вместе. Ну, ну что мне, ну я не знаю, как вас убедить. Ну, ну не знаю. Давайте я напечатаю большой плакат. Вот так приду с плакатом, буду держать, и каждый раз вас буду заставлять и читать. Вы, говорите, на свои деньги, а я вам буду, говорите, в период брака купили. Я говорю, как бизнесмен, поэтому я привык, купил, заплатил, отдал. Мне, пожалуйста, свидетельство о собственности, которое было зарегистрировано. Понимаете, насколько они сейчас, они сейчас вот все врут. Три с половиной миллиона, откуда мог пенсионер? Опять же, о чем вы говорите? А что? Нет, а что? У нас налоговая система не сформулирована пока по необходимости представления своих доходов. в суд удаляется, когда принятие решения. Прошу всех встать. Я все равно свою воду, понятно? Далее в программе. Мой бывший муж занимался дочерью, ее развитием. И так бы занимался, что нашел себе девицу легкого поведения, отвечу, отвечу, отвечу. Когда взрослые не могут разобраться в любовном треугольнике, они подключают тяжелую артиллерию детей. Так поступили и бывшие супруги Бобровы, не подумав, чем это может обернуться для их дочери. Давайте так. Квартира стоит, как утверждает ваш брат, миллион пятьсот. А вы ставите продажную стоимость десять миллионов. Вопрос в задачнике. Сколько можно ее продавать? Неспособность договариваться и идти на компромисс в мире, где все имеет цену, оборачивается финансовым крахом. Как не оказаться банкротом, получив наследство? Что делать, чтобы защитить не только собственность, но и жизнь? Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования СА, возражение ответчиков по заявленным исковым требованиям, опросив в качестве третьего лица представителей службы судебных приставов исполнителей, заявленные исковые требования удовлетворяют в полном объеме. Суд признает за истицией, как за бывшей супругой, право собственности на одну-вторую долю квартиры. Суд признает недействительным акт передачи квартиры в собственность и свидетельство о государственной регистрации права собственной, полученной новым собственником квартиры. Суд признает за бывшей супругой право собственности на одну-вторую долю спорной квартиры, потому что данная квартира является совместной собственностью бывших супругов, так как она была приобретена ими в период брака на супружеские средства в соответствии с правилами статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации. Так как между супругами не был заключен брачный договор, то, соответственно, их доли, независимо от вклада в семейный бюджет, признаются равными. Суд признает недействительным акт передачи квартиры в собственность и свидетельство о государственной регистрации права собственности у нового собственника квартиры, потому что за бывшей супругой прежнего собственника признано право собственности на половину квартиры. Данная квартира является единственным жильем истицы, поэтому на нее не может быть обращено взыскание по каким-либо исполнительным документам. Таким образом, истец, одна вторая доля супружеская, ваша, вам соседка, вам благодарность за грамотную работу, вы абсолютно не виноваты в том, что я сейчас вынуждена отменить акт передачи в собственность. Это абсолютно не наоборот. Как раз я выскажу надежду, что если у нас так все приставы-исполнители будут работать как ваше подразделение, может быть, что-то в государстве у нас и наладится. Естественно, и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Мой бывший муж, конечно, комбинатор еще тот, но, к счастью, в этот раз у него ничего не сработало. Не захотелось жить в Евросоюзе, будет жить с успехами. Продадим мы сыном квартиру. Моя бывшая жена зря со мной связалась. А теперь вернемся в зал суда. Истец Анатолий Бобров, 38 лет. В течение полугода после развода с первой женой не имеет возможности общаться с дочерью. Ответчик Ирина Боброва, 38 лет. Преподаватель английского языка. Не хочет, чтобы ее дочь общалась с отцом. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Прошу суд определить график общения с моей 9-летней дочерью, Лизой. Так как моя бывшая жена чинит мне препятствия встречи с дочерью. Мы где-то с ней развелись полтора года. И за полтора года с дочерью я практически не встречался. А последние полгода только по телефону. Я так думаю, что моя бывшая жена мстит мне за то, что я ушел к другой женщине. Ну и в ней, наверное, заговорило какое-то самолюбие, гордость. Не знаю уж там, как это можно назвать. Но не дает мне встречаться с дочерью. А дочь, я растил с рождения, практически я занимался ее воспитанием. И дочь очень сильно из-за этого переживает. Постоянно ее куда-то увозят на какие-нибудь там, не знаю, выставки, на дачу. Последний раз вообще в пансионат отдала на 20 дней. Кстати, куда даже родителям не разрешают приезжать. Хотя бы могла бы отдать, чтобы можно было хотя бы приехать. И непосредственно сейчас у меня жена, с которой дочь очень хорошо знакома. Она преподавала ей музыку где-то два года. И у них прекрасные отношения. Мало того, значит, она сама прекрасный педагог. И вообще добрая женщина. И поэтому мы хотели бы с ней забирать дочь, как мы первоначально договаривались с моей бывшей супругой, на субботу-воскресенье, а точнее с пятницы 16 часов до понедельника, 8 часов утра, чтобы ее потом сразу в школу отводить. До понедельника? До понедельника, до 8 утра, чтобы сразу ее в школу отправить. То есть фактически вы просите установить график общения, это два выходных дня. Правильно, если я вас правильно поняла? Абсолютно правильно. С 16 часов пятница, суббота-воскресенье, где вы просите, чтобы ребенок был, находился у вас в квартире, если я правильно понимаю. Да, я сейчас проживаю у новой жены. И в понедельник в 8 утра вы будете самостоятельно отводить ребенка в школу, вы имеете в виду? Абсолютно правильно, да. В школу, да? Так, будьте добры, пожалуйста, мне свидетельство о расторжении брака через судебный пристав. Вы передайте, пожалуйста. Так, истец, вы алименты выплачиваете на содержание ребенка? Алименты выплачиваете? К сожалению, нет, у меня с работой небольшие проблемы. У меня очень мало часов, и там практически выплачивать не с чего. То есть материального ребенка не содержится? Нет, к сожалению, у нас была договоренность с женой так, что она работает, а я занимаюсь ребенком. Да, но вы уже расторжили брак. Ну, сейчас я с новой... У вас нет необходимости сидеть с ребенком, правда? Сейчас нету, да. Но, к сожалению, я работаю, так сказать, моя профессия не сильно требует больших часов. Я преподавательным, работаю по начертательной геометрии, она не очень, скажем так... У вас расторжение брака, вы сказали, было полтора года тому назад? Да, полтора года. Вы материальный ребенка не содержите? Нет. Пожалуйста, отечки, я вас слушаю. Ваша честь, я против общения ребенка с отцом, потому что это недопустимо, так как опасно для здоровья девочки, для здоровья Лизы. Дело в том, что несколько лет назад наша семья была образцовой. Я работала преподавателем иностранного языка в частной школе, давала уроки частные и занималась переводом книг по искусству. Мой бывший муж практически не работал и занимался дочерью, ее развитием. И так дозанимался, что нашел себе девицу легкого поведения. Отвечу. Прошу прощения, но как можно назвать женщину, которая разбила семью? От хорошей жены тоже никто не уходит. Ну, вам мужчинам не угодишь, поэтому можно я скажу. Я тебя не перебивала, поэтому и ты меня не перебивай, пожалуйста. Вот. И вот это его новая жена. Тогда он ее нашел в преподавателе Лизы по классу скрипки. И это за два года, то, что они с ней занимались, эта предприимчивая скрипачка не только втерлась в доверие к ребенку, но и папу-то попутно соблазнила. И все это вышло боком, в первую очередь для ребенка. Дело в том, что у ребенка, у Лизочки, с раннего детства были отиты. А сами знаете, чем их лечат. Антибиотиками. Врачи назначали, я давала. И у нее стала проблема со слухом. Надо было лечить народными средствами, а не антибиотиками. Лучше следить за ребенком, потому что ты занимался ее развитием и здоровьем. Следила бы тогда сама бы. Следила я, зарабатывала. Извините меня, ты не работал, а я еще... А я теперь виноват, а я теперь во всем виноват. Ну, конечно. Потому что, значит, ты где-то не досмотрел, не одел шапку вовремя. Вот, поэтому... И вот эта ситуация сейчас, то, что занятия со скрипкой еще больше усугубили здоровье девочки. Вот. И, естественно, на это наложился еще и стресс от предательства родного отца и любимой учительницы. И стресс от того, что ты нам не даешь встречаться. Нет, давайте все по порядку. Она ко мне привыкла. Она привыкла? Так не надо было тогда от семьи уходить. Я не против встречи с ребенком, но только на нейтральной территории. Потому что доверь ему, ребенка, он приведет ее туда, в свою квартиру, и будут они заниматься опять скрипкой. А ей это противопоказано по медицинским заключениям. Есть карта, где все это описано, что ей запрещается. Ребенок тянется к музыке. Ей нельзя. Ей нужен сейчас покой, режим и никакого напряжения барабанных перепонок. Я за здоровье девочки сейчас веду речь. Вы понимаете, Ваша честь? Они это... А твоя жена занимается не только в школе музыкой, но еще и дома. Представляете, это как раз в выходные дни. Стоит такой пилеж, что не только здоровый человек не в силах это выдержать, не говоря уже о больном ребенке. А ей, вы сами знаете, как вот у скрипки, такой резонансный звук пронизывающий. И ребенку с таким здоровьем, как у Лизы, вообще находиться в шумном помещении нельзя. И я против такого общения. Вот мое предложение такое. Где-то встречаться раз в неделю на нейтральной территории, один раз, один час. А что вы имеете в виду нейтральная территория? Ну, где-то пойти культурная, в театр, в кино. Ну, как вы можете это отследить? Ну, только в моем присутствии. А в вашем присутствии? Категорически, только в моем присутствии. Или в присутствии моей мамы, бабушки Лизы. Вот такое мое предложение. Почему я должен под названием? Иначе мы девочку просто совсем загубим, в вашу честь. Так, мне медицинское заключение. Передайте, пожалуйста. В вашу честь, 8 лет ребенок был, можно сказать, мной воспитывался. А теперь один час в неделю. Ну, это не то, что смешно. Это издевательство какое-то. Это может только сказать только женщина, которая действительно, я не знаю, так сказать, ну, обижена чем-то, я не знаю, ну, ревнует там, отомстить хочет. Ну, что это такое, че? Нет, простите, пожалуйста. Еще под названием. Простите, а вы считаете, что что, ответчик должна была ваш уход из семьи с флагами, что ли, встречать? С барабаном боя? Я не вышел встречать, ну, я же не к ней собираюсь приходить домой и встречаться с дочерью. Я просто знаю, чем вы там будете заниматься. Ты не сможешь. Так, пожалуйста, органы опеки. Да, ваше честь, конечно, неординарная ситуация в этой семье. И папа, и мама вполне нормальные, интеллигентные люди. Ну, вот, к сожалению, и такая семья бывает распадается. И, конечно, для ребенка это большой стресс. Развод. И плюс еще к тому, что она лишилась занятия музыки, которую она очень любила. И та учительница, которая действительно дала ей всю эту любовь к музыке. Но при всем при этом и папа, и мама ребенка должны быть. И никто не снимает ответственности с каждого из родителей и в воспитании, и в материальном, кстати сказать, содержании несовершеннолетних своих детей, от той обязанности, которую они должны иметь как родители. Но раз уж мама так и настаивает, тем более ребенок, в общем-то, нездоров. Может быть, есть смысл действительно в какой-то степени ограничить. То есть не два дня в неделю, тем более, как они говорят, что все-таки там, где это музыка, где это грохот может быть. Даже если это не грохот, а это пусть скрипичная музыка такая резонированная. То я могу сказать, что может быть действительно где-то лучше. В парке, в кино, в театре, я не знаю как. Но что значит на час? Это, вы знаете, отец, который посвятил свое, как говорится, 8 лет жизни воспитанию единственной дочери, наверное, это не совсем, скажем так, правильно. Предложение органов опеки, конечно, для того, чтобы дать возможность отцу, и чтобы мама не препятствовала ребенку, отцу, для общения. Хотя бы какой-то график. Пусть это будет не два дня в неделю, пусть это будет несколько часов в неделю. Может быть, это будет на нейтральной полосе. Может, это будет вместе с мамой. Но ребенок растет. Возможно, и здоровье поправится к этому времени. Возможно, она вырастет, пересмотрит какие-то свои впечатления. Все это можно решить. Решили же они когда-то добровольно, понимаете, что... Да, узнают, что папа ребенка, что папа ребенка не содержал. Нет, ну я работаю, но просто у меня часов очень мало. Да нет, ну и вы что хотите сказать, что необходимость в курсовых и дипломных работах отпала? Нет, есть, да. Да, ну я говорю, просто часы, часы рабочие. Да, поверь, вот давайте еще надо уметь, конечно, быть желанием, иметь желание, чтобы устроиться на работу, где побольше часов. Зная о том, что ребенок и требует, в общем-то, ребенок... То есть вы считаете, что общение необходимо, но оно должно проходить не на территории, не по месту проживания. На сегодняшний день, да. Может быть, со временем этой ситуации можно будет как-то и изменить, тем более, я говорю, и время идет, и ребенок растет, и здоровье, дай бог, к этому времени поправится, что может быть, и с музыкой... Да, заключение ваше, будьте добры, пожалуйста. Да, пожалуйста, может быть, и с музыкой сможет потом она со временем заниматься. И потом, я хочу сказать, ведь они же нашли какое-то сначала между собой, скажем, добровольное такое решение. Это сейчас уже вынесено в суд, потому что уже стало, что называется, необходимо. Так что, все понятно, позиция сторон, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Давайте так, квартира стоит, как утверждает ваш брат, миллион пятьсот, а вы ставите продажную стоимость десять миллионов. Вопрос в задачнике, сколько можно ее продавать? Если доля в квартире немногим больше пары квадратных метров, можно ли обязать собственников заплатить за нее достойную цену? Или придется ждать, пока на квартиру не найдется другой покупатель? Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования, со возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив в качестве третьего лица представителей органов опеки и попечительства и приобщив его заключения к материалам дела, заявленные исковые требования удовлетворяет частично и определяет порядок общения отца с дочерью, устанавливая для общения каждую субботу с 12 до 16 часов по месту жительства ребенка. Суд также выносит решение об обязании ответчицы не чинить препятствия в общении отца с дочерью. Суд удовлетворяет исковые требования отца ребенка об определении порядка общения с дочерью, потому что в соответствии с правилами части 1 ст. 66 Семейного Кодекса Российской Федерации родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком. Право на общение с обоими родителями имеет и ребенок. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому, психическому здоровью ребенка, либо его нравственному развитию. В данном случае, по месту жительства отца, суд считает, имеются неблагоприятные условия для физического здоровья девочки. В данной ситуации это подтверждается заключением органов опеки и попечительства. С учетом состояния здоровья девочки, а также той ситуации, которая сложилась по месту жительства истца, суд считает, что ребенку противопоказано нахождение в помещении, где даются уроки музыки на скрипке, и определяет место общения ребенка по месту жительства ребенка. Суд устанавливает отцу для общения с ребенком один из выходных дней недели, а именно каждую субботу месяца, поскольку для полноценного воспитания ребенка мать также нуждается в общении с ребенком и в другой выходной день, а именно в воскресенье. Суд также устанавливает конкретные часы общения с ребенком, а именно с 12 до 16 часов. Истец и ответчик. Суд огласил свое решение благодаря только на опеке. За участие в судебном заседании дело закрыто. Решение суда. Исковые требования удовлетворить частично. Как всегда, дискриминация отцов. Всю жизнь нарастил, а теперь 4 часа в неделю только с ребенком общаться. Для меня самое главное – здоровье дочери. Ясно его добилась. Теперь мой бывший муж будет общаться с дочерью под моим присмотром. А теперь вернемся в зал суда. Истец Николай Кармаданов подает иск с требованием о прекращении своего права собственности на долю в квартире и взысканием стоимости данной доли в размере 534 тысяч рублей. Ответчики Иван и Сергей Губаревы с иском не согласны. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я требую 534 тысячи рублей, так как я хочу отказаться от доли в квартире и выписаться оттуда, и чтобы мне выплатили 534 тысячи рублей. Только не отказаться, а компенсировать стоимость доли. Да, да, да. Вот. Ситуация была какая. Я проживал у ихней матери. Это моя родная тетушка. Был на издевении. Я инвалид. Вот. У меня в раннем возрасте умерли родители, и она меня, можно так сказать, приютила. А после того, как я получил инвалидность, мне вырезали почку, она меня оформила в своей квартире и выдала одну шестую часть. Вот так я не трудоспособен. Потом я устроился работать техником, и в скором времени тетя моя не стала. Вот. И сразу же прилетели, откуда ни возьмись, эти два сыночка, которые к ней даже не приходили, пока она была живата. И только вот теперь, когда нужно разделять квартиру, появились. Можно сказать, в прямом смысле слова, выгнали меня из квартиры. Я через суд добился все-таки проживать в этой квартире. Мне выдали одну шестую. Простите, я поняла. Вам выделили, как обязательную долю вы имеете? Вот скажите, вам выделили, как иждивенцу... Да, я не трудоспособен. А? Я же не трудоспособен. Да. То есть в данном случае, как нетрудоспособному, находящимся не менее года на иждивении умершего. Да. Вам выделили одну шестую долю в данной квартире. Правильно? И поскольку это одна шестая доля, это незначительная доля, и вы фактически ею не можете пользоваться, то вы просите взыскать компенсацию денежную по стоимости этой доли. Я правильно вас поняла? Да. А тогда скажите, откуда взялось 534 тысячи? Они мне когда предложили продать, собственно, эту квартиру, потому что жить, они туда не пускали. Я хотела, чтобы они дали комнату. Они мне сказали, мы сделали ремонт, живи где хочешь, нам все равно. Но потом мы ее продадим и получат деньги. Я на это согласился. У меня не было другого выбора. И реально стоимость была за эту квартиру 3200 рублей. Документы у меня есть. Нет, 3 миллиона 200. Да, 3 миллиона 600 тысяч рублей. То есть это была оценка проведена стоимость этой квартиры? Да, да. И люди находились за 3 миллиона 200. Это было буквально первое встречное. Но они ни копейки меньше, ни копеечки не могли скинуть человеку. Я им говорил, давай, давай, дадим. Нет. В итоге сейчас квартиру так они и не продали. Я ушел сейчас живу с женщиной. Я ушел к своей знакомой. Естественно, долгое время я жил у нее. У нас завязались романтические отношения. В данный момент мы муж и жена. Вот. У нас теперь свой дом. Я, у меня есть свой угол. Я теперь хочу получить, товарищи, 534 тысячи рублей. Будьте добры, пожалуйста. Истец, решение суда о признании за вами одной шестой доли в порядке наследования по закону, как иждивенца, который не менее года проживал на иждивении умершей. В вашу справочку о том, что вы являетесь инвалидом, свидетельство о заключении брака через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Так, ответчики, я вас слушаю. Ваша честь, мы с братом с Иском совершенно не согласны. Истец мотивирует якобы тем, что у него сумма небольшая, и то, что он там жить не собирается. Так мы тоже там жить не собираемся в этой квартире. Вы вместе ходили в агентство. Подождите, подождите, ответчик. В данной ситуации вы не можете отрицать, что за ИСом признана одна шестая доля. Правильно? Ну да, признана одна шестая доля. Есть решение суда, которое вступило в законную силу и является обязательным для всех. Это да, да. Поэтому мы вместе пошли в агентство недвижимости и заключили договор о продаже квартиры. То есть мы все втроем ходили туда. Мы так же заинтересованы в продаже этой квартиры, как и истец. Пока вы ее продадите? Мне-то жить не было. Мы вместе продаем ее. Да, вместе продаем. Мы с братом регулярно подаем объявления в газеты. Ваша честь. Они мне предлагали выкупить все доли. Три миллиона шестьсот. Где я столько возьму? Ты скажи, почему мы не могли продать тогда... Да не хотели. Нет, потому что ты судился. Сейчас везде квартиры не продаются. Судились. Мне жить негде было. Я где жить буду? Мне жить было негде. Вы меня выгнали на улицу. Вы все на кисточке, а мне где жить было? Ты хотел целую комнату занять. Вы меня на улицу выгнали. Я к своей знакомой пошел. Мне жить негде было. Ты целую комнату хотел занять. У тебя одна шестая. Я одна шестая всего часть. А ты комнату хочешь. А где мне? На балконе? Подождите, подождите. Мы давали регулярно объявления в газеты. Есть договор у нас с Адентом недвижимости. И газеты есть, которые мы даем объявления. Мы сами хотели бы продать ее поскорее, эту квартиру. Мы вместе продаем. Мы сейчас сделали оценку стоимости этой квартиры, которая сейчас по настоящему времени, это всего миллион пятьсот. А я делала оценку три двести, за которую вы не отдали. Подождите. Почему вы предлагали ИСЦУ выкупить причитающуюся вам долю за три миллиона двести? Три миллиона шестьсот. Три миллиона шестьсот, простите. Я делала оценку три двести. Но вы же предлагали ИСЦУ выкупить. На данный момент такие цены были. Если цены изменились, сделайте другое предложение. Если вы утверждаете, что квартира стоит миллион пятьсот. Мы сделали переоценку, у нас есть документы. Да при чем тут переоценку-то? Я говорю, сделайте ИСЦУ предложение. Вы же не делаете ему подождите ИСЦУ. Вы же не делаете. Мы продадим квартиру, и каждый получит долю, которая прочитается. Замечательно, продавайте. ИСЦУ. Это малозначительная доля. Называется одна шестая малозначительная. Ее невозможно выделить в натуре. Нельзя имеющуюся у вас квартиру взять одну шестую, выделить, на которой мог бы жить ИСЦУ. Вот ИСЦУ в связи с тем, что длительный процесс. Подаете, агентство подаете. Вы считаете, что это можно... Он сам виноват, он все суды устраивал. Четыре суда было. Арест наложен был на квартиру. Ответчик, ответчик. ИСЦУ устраивал четыре суда, он устраивал их, защищая свои имущественные права. Он их защитил. Он был признан иждивенцем. И вы прекрасно знали, что он жил на иждивении вашей мамы. Вы же об этом знали. Для вас-то не было каким-то открытием. Нет, ну вы просто считаете, что вы можете резину тянуть с продажи квартиры до бесконечности. Мы сами заинтересованы. Я вам объясняю. Вот объявления вот в газете, все объявления мы даем в газету. Вы ее когда продадите? Может вы ее через... Ответчик, Бесец прав. Вы можете еще очень долго продавать эту квартиру. Так мы вместе же с ним продаем. Вместе договор заключали. Вместе договор заключали в агентстве. И дальше. Вместе и продаем, и продавцы квартиру свою долю получат. Ну давайте, давайте квартира... Давайте так. Квартира стоит, как утверждает ваш брат, миллион пятьсот. А вы ставите продажную стоимость десять миллионов. Вопрос в задачнике. Сколько можно ее продавать? Вот продавать сколько хотите. Деньги мне давайте и продавайте. Так, ответчики, все у вас? Ваши документы передайте, пожалуйста. Это все, ответчики? Аргументы ваши все? Сейчас не продаются квартиры просто. Сейчас время такое. Суд удаляется для принятия решений. Прошу всех встать. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИССА, возражение ответчиков по заявленным исковым требованиям, а также рассмотрев представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяет и взыскивает с ответчиков в пользу ИССА стоимость его доли в квартире по рыночной цене населенной местности, в которой находится данная квартира, а именно в размере заявленных исковых требований 534 тысяч рублей. Право собственности ИССА на долю в квартире прекращается с момента выплаты ответчиками стоимости этой доли. Суд взыскивает с ответчиков в пользу ИССА стоимость его доли, потому что в случае невозможности выдела доли в натуре, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности. В данном случае в квартире выделить реальную долю ИССА в связи с ее незначительностью невозможно, поэтому и взыскивается стоимость доли. Стоимость доли взыскивается по рыночной цене данной населенной местности, поскольку ответчиками и ИССА не отрицалось того обстоятельства, что первоначально ответчики предлагали ИССу выкупить их доли по стоимости 3 миллиона 600 тысяч рублей. ИССА утрачивает право собственности на свою долю в квартире с момента полно выплатами ответчиками ему стоимости этой доли. Суд хотел бы разъяснить ИССу, что так как ответчики в данной квартире не проживают, то в случае непогашения ответчиками указанной стоимости, а именно 534 тысяч рублей, данная квартира может быть выставлена с торгов, и в этом случае, конечно, стоимость ваших долей будет значительно уменьшена. ИСС, в данной ситуации суд заискал 534 тысячи, поскольку вы не уточняли заявленных вам исковых требований, хотя 1,6 часть от 3 миллионов 600 составляет 600 тысяч рублей. Но поскольку вы не вносили уточнение в сумму заявленных вам исковых требований, суд самостоятельно этого сделать не может. Поэтому суд заискивает 534 тысячи рублей. Ответчики, нужно быть готовыми к судам, к заседаниям судов. Почему я сказала, 4 суда вас ничему не научили, вы приходите только с вашим нежеланием что-то делать, а не с аргументами, которые могут учитываться судом. Истец и ответчики, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Квартиру можно годами продавать, а мне деньги сейчас нужны. Мы терпели, когда он был в нождевении у нашей матери, а теперь еще хочет нас без наследства оставить. Да вообще, пока квартиру не продадим, ни копейки не получится. Субтитры создавал DimaTorzok